Игорь Николаевич Юркин 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 Собственно, распад случился еще на рубеже 14-15 веков, последним единым ханом Орды был Тахтамыш, как известно, в 1395 году, собственно говоря, изгнанный из поля. Но так или иначе, распад уже в конце 15 века привел к образованию новых государственных структур. Для нас принципиально важно появление Крымского ханства, с которым, надо сказать, первоначально были очень хорошие отношения, потому что между Крымским ханством, живущим, естественно, на юге современного российского государства, то есть Крымского полуострова, занимающим и российскими землями, в степне и просторе занимала так называемая Большая Орда. Это такой политический осколок, собственно говоря, Орды большой, кочевой, в отличие от Крымского ханства, который был оседлен. И вот совместная, как это может не показываться странным для современного уха, борьба Московского великого князя Ивана Третьего и хана Минклигерея, основателя, собственно говоря, Крымского татарского государства, с Большой Ордой объединяла два этих, в общем, будущих совершенно непримиримых противника. Но объединял недолго. Иван Третьев скончался в 1505 году, Минклигерея чуть попозже, и уже наследники того и другого вступили в острую конфронтацию. И, собственно говоря, крымский фактор политической русской истории играл, ну, считайте, до конца 17 века очень-очень даже серьезную роль. Вот во всем этом деле Епифания отводила свое, так сказать, особое место. Но мы начнем мы, собственно говоря, не с Епифани пока, а с такой замечательной штуки, как вообще, что происходило на Верхнем Дону, вообще, откуда взялась вся эта политическая ситуация, что это было такое. Надо сказать, что данных у нас, в общем, немного, но кое-что известно. А известно вот, что Верхний Дон, ну, как минимум, с рубежа 12-13 веков входил в владение рязанских князей. Откуда взялись рязанские князи? Существало такое большое государство, вы, конечно, помните, древнерусское государство с центром в Киеве. В начале, в середине 11 века это государство перестало существовать как единое. Кстати, уже при внуках крестителя Руси князь Владимир Святославич одно разошлось. На полтора, почти десятка самостоятельных государственных образований. Одно из них, самое первое делившееся, называлось Черниговским княжеством. Вот самая восточная граница Черниговского княжества и занимали Верховие Доны, судя по всему. То, что мы, во всяком случае, знаем о них, твердо указывает на то, что здешние политические территории относились к Черниговскому княжеству. Но процесс феодальной раздробленности совсем не завершился на внуках Владимира Святого. Он пошел дальше. И где-то вот около времени нашествия Батыни на Русь, началось оно в декабре 1237 года, от некого, все-таки более-менее единого Черниговского княжества делилась дальняя восточная часть. Это было княжество Рязанское. Вот Рязанские князья – это потомки Черниговских князей. Дальше просто за недостатком времени, перескачив сразу за несколько, так сказать, столетий вперед, напомню вам, что Черниговское княжество и Верховие Оки, как и все русские земли между 1237 и 1240 годом, подвергали страшному Батыни раздроблу, что политическим выходом из нового состояния русских земель, а это был воссалитет Орды, сто крат усиленный такой вещью, как выплата дани, выхода, это мы сейчас до сих пор не очень понимаем, но вообще экономическое давление было гораздо более серьезным, чем политическим со стороны Орды. Это было такое регулярное выкачивание ресурсов в стране. Так или иначе, как мы помним о изменении ситуации, это, собственно говоря, Куликовская битва, окончательное изменение в 1480 год, вот о чем мы с вами только что говорили. Итак, сама же Эпифания появилась в середине XVI века, в этом чуть попозже, и что-нибудь мы знаем про то, что происходило непосредственно на той территории, которая сегодня предмет нашего интереса, в это самое время до строительства Эпифания. Знаете, это вообще довольно любопытный вопрос, и он прямиком связан вообще с названием этого населенного фонда. Эпифай, но по-гречески это «воссиять». Эпифания, по-гречески же, это «богоявление Господне». Греческое название праздника. Значит, а у нас есть, собственно говоря, да и возможность объяснить название «тапунин», по-учему выражаясь, этот двумя способами. Первый способ – предположить, что название местности был использован греческий термин. Надо сказать, что такая традиция в русской топонимике была. Ну, все знают города Севастополь, Ставрополь, там, вспомните, еще какие-нибудь города эпохи Екатерины Второй главным образом, когда очень любили давать греческие названия, особенно городам, расположенные на Ниге. Но Эпифания, как известно, появилась. Поэтому этот способ объяснить появление термина, отпадает, остается второй. Значит, от имени собственного Епифана. Ну, по связкам Епифании, если полностью его воспроизводить. Епифан – это такая разговорная форма. И надо сказать, что вот этот вот самый Епифан, основатель Епифани, персонаж, который в краеведческой литературе присутствует постоянно. Ну, там, в Богославском, Тульской циклопедии. Возьмите там, ну и без нее. Но вы всегда найдете ссылку на то, что в ретописной повести о Куликовской битве фигурирует некий персонаж, который был боярином великого князя Рязанского Олега Ивановича, из-за этого персонажа, Эпифан Кореев. И он там вел какую-то, так сказать, не очень правильную деятельность. В общем, короче, вместе со своим князем противодействовал общерусскому делу. Все бы было оно замечательно, если бы не одно. Эпифан Кореев, ретописная повесть о Куликовской битве – это литературный персонаж. Это нереальное лицо. Нам известен список бояр князя Олега Ивановича Рязанского. За 10 лет до Куликовской битвы, но от него чуть побольше, князь Олег Иванович дал жалованную грамоту одному из монастырей, который подписал не только сам, но и вместе со своей боярской думой. Ну, как и всякого уважающегося князя, у него была, естественно, дума. Никакого эпифана в этой думе нет. У нас, конечно, страшно мало рязанских документов в XIV веке, но предполагать, что герой литературной повести – это реальное лицо, в общем, никаких особенных оснований нет. При этом, это, повторяю, речь о XIV веке, при этом у нас есть рязанский епифан другого столетия, XV, и вот это вот лицо абсолютно реальное. Вообще, феодальная элита любого княжества, рязанского в том числе, это был такой сплоченный узкий слой управленцев, формировавшийся вокруг князя, формировавший такой совет, и он назывался Боярской думой, и, соответственно, эта Боярская дума делилась на несколько административных чинов. Ну, выше чин бояре, значит, были такие чины окольничьи, там, думные дворяне, чашники и прочее. Вот, в период феодальной раздробленности в разных княжествах этот верхний слой элиты бунтил по-разному, но Бояре присутствуют всегда. Так вот, в думе великого князя Рязанского Ивана Федоровича, это внук Олега Ивановича Рязанского, современника Куликовской битвы, сидел чашник Епифан Давыдович, причем этот Епифан, в общем, известный его родослодный, он принадлежал к такому-то достаточно известному аристократическому рязанскому роду. Его предок был боярином Олега Ивановича Рязанского. Вот он упомянут, например, той самой жаловной грамоти Солочинского монастыря, о котором только что говорил. Значит, его дядя один был в думе боярином, другой окольничем. У него были двоемные братья. В общем, короче, такой был аристократический род рязанский. Значит, то возникает законный, естественно, вопрос, а какое отношение этот самый Епифан Давыдович мог иметь к Верховьям Дона? Это вопрос очень любопытный. Тут стоит обратиться к тому чину, который он занимал при дворе Великого Князя Рязанского. Он назывался Чашник. Надо сказать, что вообще вот эти феодальные дворы эпохи раздробности, повторяю, они были довольно разными. То есть, в чем-то у них было сходство там чиновое, но были различия созрездные. Вот Чашники при дворах, скажем, Великого Князя Московского занимались обслуживанием погреба. И это были чины недумные, то есть, не входившие, так сказать, что касается Рязанского князя, то у него Чашников было вообще целых пять. Они были членами Думы, то есть, суть по всему, были повторяю еще раз, то есть, как бы, государственные вития Великого Княжества Рязанского. А изначально же должность предполагает руководство погреба. Ну, что он в погребе хранился? Ну, ладно, смелее. Не вина. Вина были экзотикой. Вина хранились обычно у церковных иерархов, потому что использовались, как известно, для причастия. Что касается русского погреба, то в нем было пиво и льды. Это хорошо известно, там, скажем, в XVII веке. Водки еще не придумали тогда, как известно. И вот, Чашничьей должности известна, например, в русских монастырях XIV-XV веков. В общем, то есть, как бы, экстраполируя эту ситуацию на Рязанского княжства, можно предположить, что должность чашника очередным образом была связана с руководством погреба. И, естественно, какой может погреб иметь отношение к верховым донам. А очень простой, если посмотрим песцовые книги, правда, они сохранились не раньше Сергея XVI века, если бы точно 1571-1772 год, они бы чуть попозже поговорили, выяснили, что в Мобе донах довольно здорово были завесены. Более того, у нас есть довольно много документов за XVII век, там периодически эту землю переписывали, ну, с целью, естественно, налогообложения, с фискальной целью. Вот, и выясняют, что вообще широколейственные Дубровы тут были просто за норму. Добавок, надо помнить, что бортные ухажая, а пчела, как известно, у нас тогда жила в бортех, а не в пчельниках, всегда располагались где-то подальше от человеческого жилища, потому что дикая пчела ненавидит разного рода запахи, исходящие от цивилизации. Вот, именно поэтому, скажем, мы знаем бортные ухажения под Москвой за XIV века, а XV веков уже там не было. Понятна совершенно причина. Вот в этом смысле судя по всему Верховному Ледовному были какими-то территориями явным образом задействованы в великокняжеском хозяйстве великих князей рязанских. И судя по всему, находившимся под управлением, повторяю, абсолютно реального лица, Чашника и Епифана Давыдовича. Значит, в таком случае у нас должно получиться вот что. Значит, если Епифань основали в середине XVI века, то, наверное, было бы в подтверждение этой гипотезы интересно бы получить хотя бы какие-то данные о том, что слово Епифань существовало раньше, чем появился Епифанский острог и Епифанская крепость. И такие данные есть. В 1517-1523 году в России побывал имперский посол, посол императора Священной Римской империи барон Сигизмунд фон Керберштейн, оставившийся совершенно замечательную книжку, которая называется «Записки о Москве». Она несколько раз издана по-русски, оригинал по-латыни был написан. Вот в этой книге описана география Московия. Описывая ее, разумеется, не только собственные впечатления, потому что барон-то ездил в столицу, как вы понимаете, всю Россию не объехал. Тем не менее, он отметил, что вот есть такая река, в Европе она была очень хорошо известна, называется она по-латыни Танас. Это дом, собственно, как вы знаете. Значит, так вот Европа барон выяснил, что вытекает он из леса, который называется Епифанов. Этот Епифанов лет, вспоминается, повторяю, в начале 16 века, намного раньше Епифани. То есть топоним, как минимум, существовал намного раньше. Вообще, у нас довольно много примеров в топонимике, когда тот или иной населенный пункт наследует название, происходящее от территории. Ну, чтобы далеко не ходить, в город Режск. Он появился довольно поздно, а речка под названием Ряса, и, собственно говоря, территория Ряжской поля известна, с 15 века довольно хорошо по письменным источникам. Вот, собственно говоря, такая экстраполяция территориального наименования на построенной на этой территории населенный пункт, эта штука повторяет довольно хорошо в исторической географии известное. Итак, судя по всему, название крепости Верховья Вдона было заимствовано из названия территории. Сама же территория, ну, уж как минимум с 15 века входила в какие-то хозяйственные интересы великих князей рязанских. И, судя по всему, Епифан Давыдович, именем которого эта территория называлась, очевидно, был ответственен за эту территорию. У нас в других государственных образованиях в Руси есть такие придворные должности дворецкие. Это люди, которые отвечали за великокняжеское и княжеское хозяйство за те или иные его области. Вот дворецких в Рязани мы не знаем ни одного. Не исключено, что чашники, в том числе и Епифан, играли роль вот таких вот хозяйственных представителей великого князя на местах, в том числе в таком довольно далеком от Рязани территории, как верхний дом. А теперь, собственно говоря, появление термина к самому городу. А что, собственно говоря, мы про это знаем? В 1571-1572 году крепость Епифаний была первый раз, а также территория проникающая к Епифаний первый раз были описаны. Вообще, такого рода описания назывались они песцовые книги. Нам известно с конца 15 века на Руси. И делались они, как правило, с фискальными целями. Ну, для того, чтобы территорию управлять, надо знать, чем-то управлять. Сколько там народу живет, сколько там деревень, как это все выглядит и прочее, прочее, прочее. Песцовая книга Епифания, она на ней будет чуть-чуть попозже. А теперь почему 571-1572? как вы, наверное, слышали, Новый год на Руси до Петровское время, между 15 и 18 веком, если тут совсем точно, начинался 1 сентября. То есть для того, чтобы он точно датировал тот или иной документ, вам надо знать месяц, в котором этот документ издан. То есть понятно, да? Вот если год начинается 1 сентября, то у вас Песцовая книга, датированная годом, значит, должна быть, может быть написана и была написана между сентябрем 1 года и августом следующим. Представили, да, как это будет, когда Новый год начинается 1 сентября? Поэтому, к сожалению, в этой Песцовой книге, как в очень многих других русских документах 16-18 века, нет месяца и соответствующим образом мы решены возможности определить точный год. Поэтому пишется либо через терроречивый, либо через косую полосочку. Вам, наверное, попадалось много раз такое объяснение. Возвращаясь к Песцовой книге. Что такое Песцовая книга? Вообще, так сказать, и Эпифанский, и многие-многие других сохранились за 16-17 век, многие-многие десятки, если не сутки. Это срез жизни. Город, окрестности, кто живет, как это все устроено, какие дороги, едва ли не поименные иногда перечисления, но в ранних документах не всегда бывает. Такая картина жизни. Вот, что мы знаем про эту картину, так сказать, из Епифании, описанной в 1572 году. Мы знаем, а, как в 1571-1572 году выглядела Епифания, окрестности. И второе, мы знаем, когда она появилась. Потому что «Песцовая книга» это не время основания города. Она появилась чуть-чуть попозже при некоторых политических обстоятельствах. Теперь, значит, как было вообще устроено российское государство? На это тоже надо сказать. Вот у нас сейчас существует, условно говоря, райцентр, есть большой областной центр, а потом есть столица. Ну, там, где нет республиканского деления. То есть, у нас такое тройное деление. Это тройное деление, губерния, уезд, столица, появилась в России только при Петре Первом. Первые губернии основались. До этого было деление уездное. То есть, каждый город образовывал уезд. городов, уездов, которые было по два города, практически мы не знаем. То есть, понятно, да, город, уезд, город, уезд. Соответственно, административная структура российского государства выглядела совершенно иначе. Не было вот этого промежуточного звена, который сейчас существует в виде таких больших, так сказать, книг. Это писцовые книги Епифани, так сказать, Епифанского уезда, город и округа. Итак, начинается, она, кстати, с округи, забавным образом. Как выглядел Епифанский уезд в 571-572 году. Одно село, две слободы, семь деревень, 17 починков. Какое-нибудь из этих слов непонятно? Все понятно, наверное, да? Ну, починок это свежеоснованная деревня, которой вчера еще не было, сейчас она есть. Второе, что из этого документа следует, он объясняет, что это были за люди, жившие. Они все были люди или крестьяне князя Ивана Федоровича Мстиславского. То есть, проще говоря, это было не свободное население, это были не черносочные, то есть государственные люди, которые платили государственному налоги. Это были люди, подчиненные некому князю Мстиславскому, личные его, так или иначе с ними связанные юридически и материально. Дальше из Песцовой книги следует, откуда они все взялись. Они там садились на князе на льготе. То есть, проще говоря, вообще льготный принцип заселения пустующих территорий очень хорошо на Руси известен. Вот если вам надо освоить какое-то место, освоенное место всегда приносит доход. С полянки вы можете только яблоки собирать. А если полянку распахать, она будет приносить урожай, между прочим. Но для того, чтобы она приносила урожай, должен прийти кто-то и распахать. А зачем упахать, если никакого материального выгода в этом нет? Поэтому достаточно давно, там, со времен Киевской Руси была известна такая льготная политика князей, и, кстати, потом в церкви тоже, когда приглашались крестьяне, ну, те, кто могли себе позвонить, не связанные крепостной зависимостью, тогда, кстати, такие было абсолютное большинство, крепостное право появится намного позже, как такая всеобщая система, которым давалась территория управления для хозяйственного использования, и они освобождались, например, на какое-то количество лет от взимания налогов. То есть, работали только на себя, осваивая эту самую территорию, превращая никому в ненужные полянки, в пахотные земли, которые, соответственно, и стоили иначе, как вы догадываетесь. Совершенно другой ценовой диапазон попадали. Вот людям Стеславского сидели при Епифании на льготе. Итак, значит, у нас есть основания понимать, что этот князь Стеславский, звали его, кстати, Иван Федорович, был вот каким-то таким основателем Епифании Епифанского уезда. Дальше, в пистолетовой книге 571-572 года описывается, собственно говоря, центр уезда. Это Епифания. Называется Центр Епифанский Острог. Не город Острог. Надо сказать, терминологически это довольно существенное уточнение, потому что вообще все города, например, в Сибири, которые ставили русские люди в 16-17 веках, все начинали с того, что ставили Острог. Это довольно долго считало Красноярский Острог, Якутский Острог. И статус города они получали немножко позже, когда из военно-административного пункта постепенно превращались, ну, собственно говоря, в город как таково, потому что город и центр Емеслави торговли, не только войны. Вот, судя по всему, даже вот по терминологии Епифанский Острог на начале Евтоги Союзущественной войны, повторяюсь, без той книги, понятно, играл военную роль, но это, в общем, и подтверждается всем, что там дальше вокруг Острога стояли слободы, которые там в истории к ним довольно подробно все описаны. Слободы эти населяли военные люди. Одни назывались стрельцами, другие назывались казаками. Плюс к этому жило еще несколько пушкарей и воротников. Ну, насчет стрельцы, казаки, пушкари и воротники два слова все-таки скажу, с вашего позволения. Стрельцы – это пехоты российского государства, образованные еще при Иване Грозном. Тут, правда, у нас было две слободы, они назывались спешие стрельцы, другие – полными стрельцами. Вообще, надо сказать, что стрельцов пока не сажали довольно редко, но, судя по всему, какие-то обстоятельства было в образом степной расположения крепости, полагаю, что часть стрельцов будет еще и в полном строе доиграть. Характерные приметы стрельца – на следующее огнестрельное оружие, у него обязательно пищали, и обязательно короткий такой топор, который называется «бердыш». Обычно эти топоры использовали, кроме всего прочего, как подставку для пищали, потому что пищали 2,5 килограмма или 3 весит, в общем, для стрельбы, для упора. Вы найдете в книгах в интернете множество красивых цветных картинок 17 века, изображающих стрельцов. Значит, есть миниатюры русские, в общем, их довольно много. Не надо рекомендовать с стрельцами и эпифанскими, потому что московские стрельцы были гарнизоном царя, это была гвартия. Соответственно, они за казенный счет там снабжались кафтанами разных цветов, например, чтобы было отличать действие полков было сквартировано в Кремле. Но это небольшая часть стрельцовского войска, остальную часть составляла, что называется, гарнизонные серые лошадки, которые сидели по крепостям, по всей российской державе, и, собственно говоря, несли гарнизонную службу. Гарнизонная служба это охрана крепости, это караулы, это попутно еще следить за тем, чтобы пожар не возник, потому что стрельцы у нас были, кроме всего прочего, еще и пожарными фермами. В общем, как бы вот такой широкий комплекс задач. И это, повторяю, были государственные служащие. Немножко иначе дело обстоит с казаками. Казак – вольный человек, но воля волей, а жить надо, и вольных казаков нанимали на государственную службу на условиях тех же, каких истрельцов. То есть им не платили жалований, как правило, а выдавали землю, землепользование. Ну, вот, собственно говоря, стрельцы и пушкари составляли гарнизон Епифани первоначальный, и понятно, что одни охраняли стены, а другие, грубо говоря, окрестности, передвигаясь на лошадях. Ну, что такое пушкари, это понятно. Не надо только представлять себе гигантские пушки. У нас есть перечень епифанской артиллерии. Это то, что называется мелкокалиберная артиллерия. Слово пищали, не знаю, подалось, как вам. Ну, это ядра, я могу только руками показать, вот, условно говоря, такого размера. Тем не менее, профессиональные артиллеристы ценились невероятно высоко. Они получали от государства не только землю, как стрельцы и казаки. Их еще снабжали сургию, а также шубами. Потому что, вообще, я повторяю, это штучная была профессия. Что касается воротников, воротники должны были открывать и закрывать городские ворота, потому что из описи Епифания 571-572 года мы знаем, кстати, хорошо, как вывезел, собственно говоря, первый епифанский острог. Он был треугольным. Значит, у него была одна проездная башня.